Всем привет! Вас приветствую, Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем ряд серий о том, как ездить зимой по бездорожью. И сегодня мы поговорим о том, как можно вылезти с любого сугроба, с любого болота. Расскажу все секреты и нюансы на переднем и на заднем приводе. А для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях под видео свой вопрос или тему, которая вас интересует, о которой вы хотели, чтобы я бы снял бы следующее видео и уже завтра получите развернутый детальный видеоответ. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас можете ставить лайк, для того, чтобы его не забыть, потом поставить в конце видео. Ставим лайк и мы начинаем. Итак, что же, как делать, если вы, допустим, застряли в сугробе или в болоте? Итак, для начала начнем с того, что очень часто мне задают вопрос, я сейчас перед историей, как не попасть в болото или в сугроб? Дело в том, что многие меня спрашивают, о, типа, вот, если я поставлю блокировку дифференциала, типа, там, типа, будет ли машина, там, вот, хочу, нет, по-другому, типа, хочу поставить блокировку, чтобы машина была более проходимая. Опять же, со своего опыта. У меня, при том, что боевая, там, машина, там, восьмерка я гоняю, и по бездорожи, по лесам, по полям, то есть, и она у меня и повседневная, и для наваливания, у меня нету блокировки дифференциала. При этом я в такие сугробы залаживаю, грейдера там стоят, по два метра снега я себе еду. И при том, что у меня нет блокировки. В первую очередь, что решает, решает зимой резина и опыт вождения, и привод. Вот это три элемента. Блокировка вам где-то, может, немного и поможет, но чтобы не переоценивали вы ее возможности, потому что некоторые думают, все, поставил блокировку, все, у меня вездеход, можно лезть куда угодно, и, типа, все, проеду у меня, как Нива. То есть, нет, из-за этого и многие, так сказать, и попадаются на этом. Почему решает именно резина, привод и опыт вождения? Потому что, в первую очередь, если у вас галимая резина, то какой бы у вас там не был суперопыт, он будет работать до поры до времени. Я, когда купил себе восьмерку после заднеприводных вазов и москвича, мне показалось, что проходимой машины нету. При том, что у меня там стояла лысая летняя резина, я лез там, ну, не в большие сугробы, но лез в снег, там, где раньше я не мог на заднем приводе нормально проехать. То есть, смелый такой, там, туда-сюда. Потом это, раскошелился я, купил себе всесезонку каму, на которой я по сей день гоняю круглый год. Для меня иногда показалась новая кама, протектор туда-сюда. Я реально в такие сугробы уже реально лазил, что это просто капец. То есть, реально была такая ситуация, грейдера стоят, два метра сугробы, замело, я еду. То есть, ну, не два метра, понятно, что дорога пробита, и оно и образно, что замело, так замело. То есть, никто не ездит, я лечу. Дело в том, что потом я уже попробовал зимнюю резину купить себе, поставить. И вот то Нива, точно. То есть, да, и резина реально решает, то есть, дальше. Почему решает привод? Потому что, можете посмотреть предыдущее видео, но сейчас в двух словах. На заднем приводе вы максимум можете просто раскачивать машину взад-перед, а на переднем вы можете работать рулем. И третий, опыт вождения. Если вы не знаете, что делать с машиной, никакая резина и никакой привод вас не спасет. Поэтому и сейчас я расскажу этот опыт весь, как, если вы уже залезли в сугроб, то как с него вылезти. То есть, для начала еще маленькую такую предысторию. Еду я на камень, интересная баечка маленькая. Еду я на камень, восьмерка, всесезоночка, свежая. Еду с подругой, это такой модный. Уже снег как бы начал оттаивать. Дорога полевая относительно, такая, как у нас, типа есть дорога, а типа нет. Уже начало подтаивать. И по бокам сугробы, то есть, как расчищали, вот так сугробы. Ну, и я модный залетаю на сугробы, на скорости. Вау, там, там, залетаю сугробы, покоряю. То есть, ну, сугробы там реально, там, сантиметров, там, 40-50. То есть, я на них залетаю, там, туда-сюда. Такой модный. И я раз, другой раз, третий раз. А снег уже такой потаивший, уже был, так сказать. Ну, такой, уже кристаллизованный, твердый, так сказать, нерыхлый. И я на очередном сугробе только шух и повис. То есть, просто повис. Колесо разгрузилось. Машина брюхом, так сказать, и защитой днищем легла на этот сугроб. И все, колесо разгрузилось. И все, я ничего, уже не какой-то опыт вождения. У меня с собой, уже, как бы, дело к весне. У меня с собой не лопаты, ничего, потому что я всегда ее вожу. У меня с собой были только теннисные ракетки. Ну, а что делать? Иду темнеет. Ракетками это откапывать машину. То есть, хоть как-то ее. Но я понимал прекрасно, что там ее нереально откопать. Снег уже плотный. Она просто тупо села на него. Я копал, копал. Едет КамАЗ. Я достаю трос, то есть, чтобы КамАЗ меня дернуть. Короче, тот КамАЗ и так дергал ту восьмерку. Я думаю, сейчас пол восьмерки меня оторвет. То есть, она так застряла в том сугробе. Потому что я живу снег и не рыхлый, а уже такой забитый. Я думаю, о, я оттуда бы точно не выехал уже никаким. Потому что он так дергал, реально сейчас половой машины меня оторвет. И так и уедет с половиной машины. То есть, поэтому, к чему эта всю историю? Если вы сели брюхом на сугроб и колесо разгрузилось, то это уже будет сложно что-то там сделать. Это только надо подкапывать под машины для того, чтобы колесо получило контакты с покрытием. То есть, или на крайняк что-то подлаживать. Но давайте сейчас о таких моментах. Если вы залезли в сугроб, такой относительно небольшой, и начали буксовать. Если у вас задний привод, у вас один способ, грубо говоря, это раскачка. Но учитывайте то, что чем больше вы раскачиваетесь, тем больше вы седаете. Если некому вам помочь, чтобы что-то вас вытолкало, подлаживайте что-то под колеса. Вплоть до того, что какие-то тряпки, доски. Потому что чем больше вы будете лед закатывать, тем будет хуже это все происходить. На заднем приводе манипуляций очень мало, потому что задний привод, я считаю, вообще не для таких условий. На переднем же приводе очень все просто решается. То есть, вы работаете рулем туда-сюда, раскачиваете. Если это не помогает, один самый верный, 100% способ, вылезете с любого болота, с любого сугроба. То есть, ну не так, как я, конечно, залетел, что уже там колесо полметра в воздухе висит. Так вот, выворачиваете руль полностью в одну сторону, которая вам будет удобнее, чтобы выезжать. Включаете заднюю передачу, и вы просто выезжаете с любого сугроба. Проверено неоднократно 100%. То есть, потому что при таком раскладе, я ж говорю, машина переднеприводная, только на переднем приводе такое делает. Без проблем выйдет с любого сугроба. И с любого болота. Поэтому я ж говорю, знаете, вот такой нюанс. И очень все просто, и не надо заморачиваться. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блоков и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратора на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю и отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть, оплата за работу, когда забираете назад готовые детали, вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На канале есть детальные видеообзоры, то есть, отдельные плейлисты и о головках, и карбюраторах. Там все рассказано и показано. Кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Звоните напрямую, я всегда на связи. А у кого есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я все комментарии читаю, по возможности на них стараюсь отвечать. Также напоминаю, что прямо сейчас вы можете написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, на которую вы хотели, чтобы я снял отдельное видео и уже завтра получить на него детально развернутый ответ. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что YouTube поменял свои алгоритмы, и теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик. И это можно сделать прямо сейчас, внизу под видео, возле ярлыка подписка. А если ты не подписан, обязательно сейчас подпишись. Рядом нажимайте на колокольчик. Также это можно сделать на главной странице канала, возле ярлыка подписка и колокольчик. Также можно и на него нажать. И тогда вам будет приходить уведомление о новых видео. Потому что я за день выпускаю очень много интересных, познавательных видео. И можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями. Делитесь данным видео в соцсетях. Тогда канал будет развиваться быстрее. И тогда я буду снимать больше интересных, познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok